Сегодня наш семинар проводит команда Red Machine, Артем Авидиков и Малинников, Артем. Поэтому давайте послушаем, надеюсь подчеркнем что-то для себя важное и интересное. Начинаем. Всем добрый день! Мы рады вас всех видеть здесь. Сегодня мы хотим поговорить именно про спортивную ловлю. Сделать акцент на спортивной ловле и на ее нюансах. Именно на примере нашей команды, что мы видим какие плюсы в этом в своей работе и на что можно обратить внимание. Начнем с каких-то банальных вещей. Кто-то уже в спорте давно, кто-то в спорт возможно только собирается. Поэтому один из таких банальных пунктов, но думаю очень важных для любого спортсмена, я бы хотел выделить как правило рыболовного спорта. Это каждый участник соревнований обязан знать. Если вы собираетесь в спорт, то я очень рекомендую тщательно изучить эти моменты. Потому что бывают какие-то спорные ситуации с соседями, возможно там с судейской коллегией. И вы должны этой информацией обязательно владеть. Второй немаловажный момент это ваша безопасность и здоровье на соревнованиях. То есть вы как минимум должны, если вы собираетесь ехать на соревнования, они обычно проходят трое суток, 72 часа. И у вас должна быть с собой всегда минимальная аптечка на все случаи жизни. Ну такие основные, да. Потому что водоемы могут находиться в каком-то удалении от населенных пунктов, разные ситуации. Это вот такие два банальных, скажем так, момента, на которые кто собирается в спорт, да или просто ездит даже по рыбалкам, я бы рекомендовал прям вот внимательно отнестись к своему здоровью, потому что это важно. Мы сейчас коснемся как бы общих моментов, о которых мы хотим рассказать. Если у вас по ходу нашего рассказа будут возникать какие-то вопросы в этих блоках, да, то вы сразу их задавайте. Мы постараемся на эти вопросы ответить. Если мы каких-то тем не коснемся, но вам все равно хочется их охватить и услышать наше мнение по этому поводу, мы оставим время в конце для этого, чтобы ответить на ваши вопросы. Начнем с того, подготовка к соревнованиям. Вот там, неважно, опытная команда или впервые вы собираетесь ехать на соревнования, да. Как, скажем так, мы готовимся к турниру, да, с чего нужно начинать. Первое, это сбор информации. То есть, это разные могут быть регионы, в разных концах там страны, отличаться по своей специфике водоема, да. То есть, вам нужно собрать какую-то базовую информацию про тот водоем, на который вы едете. То есть, это могут быть какие-то отчеты в интернете, возможно, кто-то из ваших знакомых был на этом водоеме. Желательно собирать информацию, близкую к турниру, потому что, в зависимости от времени года, зачастую на водоемах ситуация меняется. Там, весна, лето, осень, да, и рыба себя ведет совсем по-разному. Когда вы собрали какую-то определенную информацию, да, ну, наверное, у всех будет возникать вопрос по поводу прикормки. То есть, в зависимости от водоема, на который вы едете, вам нужно собрать информацию, то есть, ну, с чем ехать, то есть, что с собой брать. В целом, мы для себя разделяем прикормку, там, на несколько блоков, да, там, это бойлы, зерновые культуры и, возможно, там, пелец, там, и даже, скажем так, мы к пелицу еще относим растворимые бойлы. То есть, пелец и растворимые бойлы, они, по своей сути, в принципе, ну, примерно что-то одинаковое, да, то есть, это та прикормка, которая, в зависимости от температуры воды, будет разлагаться на, растаивать там, на мелкие частицы и нести какой-то сигнал. Что касаемо бойлов, то есть, в принципе, наверное, в целом можно разделить на три блока. Фруктовые, рыбные, ну, рыбно-мясные и специи. То есть, когда вы собрали какую-то информацию по водоему, допустим, вы знаете, ну, рассмотрим на примере, там, фруктовая программа, да, вы знаете, что, допустим, в последнее время кто-то ездил, или были какие-то соревнования, есть информация о том, что команды неплохо выступали на фруктовой программе. Здесь уже процесс, как бы, творческий, да, то есть, мы не сторонники, там, упираться в какой-то конкретный вкус, вот, там, кто-то ловил на мандарин, все, теперь нужно, значит, ловить только на мандарин, там, или кто-то ловил на ананас, все, вот, надо ехать, все, выкупать весь ананас и лететь туда с ананасом. Это процесс творческий, то есть, да, вообще, в целом, карфишинг, это очень такой творческий процесс. Поэтому, вот, что касаемо прикормки, наверное, лично, вот, для меня, я считаю, что самое главное, нужно верить в нее, то есть, то, с чем вы едете, нужно верить в это. Потому что, как только у вас возникают какие-то сомнения по поводу, то есть, вы приехали, раз, у вас там нет поклевок, да, у вас сразу начинают закрадываться мысли. А, вот, наверное, я что-то не то взял. И вы начинаете сами себя сбивать, вы сами начинаете допускать ошибки. Как бы, по ходу семинара я вам постараюсь объяснить, почему я, вот, другого мнения, да, то есть, нужно верить, то есть, в целом, наверное, прикормка, там, наша, отечественная, там, или зарубежная, ну, она вся в своем роде, она работает, то есть, на нее ловят рыбу, и рыба ее ест, и на нее можно ловить рыбу. Поэтому, вот, не забивайте себе этим голову. Еще у нас погодные условия, то есть, бывают водоемы, которые именно зависят от погодных условий того, как, ну, на примере ветер. То есть, это обязательно нужно учитывать, просмотреть погоду на этап, где, на момент, где будет, допустим, проводиться соревнование. То есть, допустим, на примере той же кросянки, то есть, достаточно ветрозависимая, тот же конецкой, зависимый от ветра. То есть, это обязательно нужно учитывать. Ну, помимо ветра, да, то есть, погодные условия, это тоже такой пункт, его можно, скажем так, соединить вместе с, вот, сбором информации, да, то есть, когда вы собираете информацию по водоему, вам желательно, вы можете собираться на водоем, там, на какие-то страны, а за две недели. Посмотрите прогноз погоды за две недели. Но все равно всегда сверяйтесь буквально за день, за два до выезда на соревнование. Учитывайте, то есть, скажем так, там, три пункта, да, основных, это жара, сильный ветер и осадки. То есть, когда у вас сильная жара, вы должны обязательно, ну, в зависимости от погодных условий, вы должны с собой брать правильную одежду. То есть, вот у нас всегда на соревнованиях, там, спасибо большое нашим судьям, которые на суде, они всегда указывают на это. Если сильная жара, без головного убора тебе на соревнованиях делать нечего. Это важно. Если вы видите, что в прогнозе будет дождь, ну, конечно, желательно с собой взять хотя бы какой-нибудь дождевик. И по разопастам один-два комплекта одежды. Потому что, может быть такое, что будет лить сильнейший ливень, но именно в это время у вас будет активно клевать рыба. И вам придется просто промокнуть. Ну, это такая ситуация. Мы там еще коснемся этих моментов дальше. Ну, вот, на примере, в жару очень удобная джерси, допустим, с капюшоном. То есть, не каждый головной убор закроет от сгорания шею, плечи. То есть, здесь, вот, на примере, у Артема джерси с капюшоном. То есть, полностью одевается, закрывается шея. И, в принципе, голову она тоже закрывает полностью. И она полностью проветривается. То есть, это прямо вот... Ну, на рынке достаточно предложений. То есть, у уймы там брендов, да. То есть, это уже там... Кому что? Я думаю, куча одежды, да. Просто это все касается вашего здоровья. Это важно, да. То есть, своей неподготовкой какой-то банальной, да, можно просто испортить себе трон. Перегрев, солнечный удар, то есть, выведет вас из строя на соревнованиях. Мы рассказывали такие вещи, да, потому что могут быть новички. Конечно, есть опытные спортсмены, которые это уже все знают. Но мы решили охватить весь этот... Всю эту информацию. Потому что, ну, мы считаем это важно. Мы сами каждый раз на это... То есть, мы много ездим, но каждый раз стараемся вот на эти вещи обращать внимание. По оборудованию. Теперь, да, то есть, вы собрали какую-то информацию, поняли, какую прикормку. Дальше мы коснемся вопроса оборудования, да. То есть, что, по нашему мнению, нужно на соревнованиях и вот как собираться. За, там, несколько лет ловли в карпишинге мы сами начинали, как бы, с того, что мы возили очень много лишнего. И на самом деле это мешает. То есть, по нашему мнению, во-первых, нужно понимать, на какой уровень турнира вы едете и сколько человек в команде. То есть, официальные соревнования, это два человека в команде, могут ловить непосредственно в секторе. На различного рода фестивалях, это может быть три, там, или четыре человека. Конечно, когда у вас большое количество людей в команде, и до старта дают много времени на подготовку, вы можете брать там большую часть оборудования. Мы в самом начале столкнулись с проблемой того, что у вас турнир 72 часа. Вот эти все 72 часа вы должны ловить рыбу. То есть, максимальное время уделять ловле рыбы. Но мы столкнулись с той проблемой, что мы не успевали. Мы не успевали вовремя разложиться, ну и в конце собраться. И очень много времени и сил потратили вот на направление этого вопроса, чтобы все успевать. Потому что то количество оборудования, которое привозится зачастую, оно даже не все достается. С машины или там с прицепа, но оно туда везется. Везется. Зачем, непонятно. Зачем. Да. Коснемся, скажем, таких, там, рассмотрим на примере, там, Кубка России турнира. То есть, это уже максимально там высокий уровень турнира. И все строго по тайному. У вас есть два часа на подготовку. Вот в эти два часа вы должны уложиться, чтобы вот со старта постараться начать ловить рыбу. По оборудованию. Мы выделяем два момента, ну, как бы два критерия оборудования. Это компактность и его полезность. Вот мы считаем, что вот эти два фактора нужно максимально совмещать. Весь вот этот год мы проездили... Я считаю, что это очень важный фактор. Мы много с кем обсуждали этот вопрос. Многие с нами не согласны. Но мы весь этот сезон проездили с одной раскладушкой. То есть, я считаю, что если вы едете на серьезный турнир и пара вот выступает вдвоем на турнире, нужно ехать с одной раскладушкой. Что это дает? Это дает... Работоспособность. Ну, работоспособность, да. То есть, зачастую, не знаю, как в других командах, но мы с этим раньше сталкивались. Сейчас у нас этого нет. Когда много работаешь, ко второй, к третьей ночи усталость наступает такая, что когда двое просто ложатся, ты проваливаешься так, что ты даже не слышишь будильника. Клюет, не клюет. Да, клюет, не клюет. То есть, бывало такое, что палки могут ехать, ты просто уже не слышишь. Ну, ты там отработал 48 часов. Все, у тебя третья ночь, у тебя уже сил нету, ты не спал, ничего, все. И как бы вот двое выключаются. И на этом ты теряешь время. То есть, вот то важное время, когда нужно ловить рыбу, да. Второй момент. Я зачастую, я часто бываю в каких-то секторах у других спортсменов. И зачастую вижу такой момент, что раскладушка ставится. То есть, вот команда приехала, разложила раскладушку и поставила ее. Вроде бы мелочь, но мы тоже считаем это крайне важно. Раскладушку всегда нужно ставить на максимально выдвинутые ноги. То есть, она должна стоять у вас максимально высоко. Это дает вам много места для вашего скраба в палатке. То есть, практически любая раскладушка на максимально выдвинутых ногах дает пространство, куда становится любая сумка. И вы все можете под одной раскладушкой себе расставить. Плюс, даже элементарно, вот мы сейчас коснемся второго вопроса, стулья. Если это важный турнир, везется с собой два стула. Один стул везется комфортный. Ну, скажем так, вот, наподобие там подлокотники, спинка, чтобы можно было сесть, да, и как бы как-то там отдохнуть. Второй стул должен быть максимально компактный. То есть, вплоть до того, что это может быть пластиковая табуреточка маленькая. Просто у него должна быть нужная высота, чтобы вам было комфортно сидеть там за монтажным столом или где-то, да, чтобы вы не сидели прям, чтобы у вас не было где-то высоко поднятые колени. Почему, да? Если у вас вдруг наступает момент, когда, ну, вот вы сделали всю работу. Один зашел, сел на стул, второй зашел, сел на кровать. Когда максимально поднятая кровать, вы сидите, вам комфортно, у вас ноги не затекают. Но в этот момент лучше, то есть, если у вас даже есть днем какие-то там 15, 20, там 30 минут, допустим, вы знаете, что нету клевого в этот момент, вы там сделали всю работу, перезабросили. То есть, у вас есть время свободное, один сидит в стуле, второй лежит в кровати. Хочет он спать, не хочет он спать, он просто лег. Потому что у вас может потом, там, с 9 вечера до 6 утра начаться рыбалка, и у вас даже не будет времени присесть. То есть, мы сейчас говорим о том, что вы должны прийти к тому, чтобы у вас хорошо ловилась рыба. Она должна у вас ловиться там, ну, максимально много вы ее должны ловить. Поэтому свои силы нужно правильно в этой логистике, как бы, экономить. Столы точно так же. То есть, третий вопрос. Столы. У вас должен быть монтажный стол, на котором должно размещаться ваше необходимое оборудование. Но он должен быть свободный. Я очень много раз видел какой-то невероятный бардак на монтажных столах, там, у многих команд. У нас бывает такое, что вплоть до, там, раз в сутки мы выделяем, там, 5-10 минут, чтобы навести порядок. У нас лежит несколько, там, иголок необходимых, там, нож, там, еще что-то. И стоит всего, там, буквально, там, несколько банок на саду. То есть, вы должны вот здесь вот, то есть, очень часто, ну, я думаю, что многие с этим, там, или раньше сталкивались, или до сих пор сталкиваются. 18 тысяч банок. Вы тоже на этом теряете время. У вас, допустим, там, нет поклевки, у вас стоит 18 банок. На что бы половить. И начинается вот этот перебор, да. Вот этого не нужно. Ну, это вот такой. Второй стол должен быть какой-то небольшой, компактный, исключительно только для того, чтобы вы могли на нем сесть и быстро перекусить. То есть, ну, вот покушать и все, и куда-нибудь его дынуть, чтобы он не занимал место. У вас в палатке должно быть просторно, вы должны быстро двигаться. А не так, чтобы вы понаставили и ходите, спотыкаетесь. Опять же, мы говорим... Исключительно про спор. Да, исключительно про спор, да. То есть, вот эти вещи, они помогают выделить полезное время для ловли. То есть, вот, нужно минимизировать себя. Ну, по нашему мнению. Это помогает больше времени уделить самой ловле. Потом, что касается ротподов стоек. То есть, в принципе, без разницы, да. Кому-то больше нравятся ротподы, кому-то больше нравятся стойки. Мы сторонники того, чтобы палки разносить. То есть, по два удилища. То есть, у вас либо там два комплекта стоек, либо два ротпода. Конечно, для там официального спорта лучше выбирать, чтобы это было какое-то малогабаритное. Что же, чтобы занимало меньше места. Почему? Потому что зачастую, все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что, ну, по крайней мере в нашей стране, да, серьезные большие водоемы, на которых проводятся серьезные турниры, это водоемы с помостами. И у вас есть ограничения в пространстве. И, естественно, вам это место нужно экономить. Мы, там, впервые приезжая на водоемы с помостом, расставляли все так, что ходили там, чуть ли не за все цеплялись. Потому что оборудование занимало все место. А у вас всего 6 на 6. То есть, в основном, то есть, все помосты делают сейчас 6 метров на 6. Вы должны помещаться, у вас должно быть свободное место. Ну, и возможность была свободно передвигаться. И еще один немаловажный фактор. При разнесении стоек, куда бы рыба ни пошла, то есть, есть возможность с центра вывести рыбу. То есть, не будет этих перепутываний. Нет, ну, перепутать не может быть. То есть, когда у вас стоит один ровно-платы, 4 лески, и, допустим, рыба пошла, да, она у вас, то есть, вы одним удилищем уваживаете, она собирает 3 лески. Когда у вас палки разнесены, ну, правильно, между ними должно быть хотя бы 2-3 метра. Вам намного легче, там, допустим, под одним удилищем пройти, да, как бы, и вывести рыбу. Чем распутывать вот эту вот паутину, которая там уже образовалась. Ну, это и влияет на результативность, то есть, могут быть сходы. Ну, это сходы, это скорость уваживания, как бы, это все, то есть, максимальная компенсация времени. Да, то есть, если вы понимаете, что там у вас рыба, там, 2-3 килограмма, там, вы чувствуете, что рыба не сильно крупная, ее можно форсировать. Это тоже экономия времени. То есть, если у вас идет ловля темповая, вы понимаете, что у вас там каждые 15-20 минут поклевки, не нужно возиться с этой рыбой. То есть, вы в своей оснастке, во всем, вы должны быть уверены. Если у вас поклевка, у вас там должна быть шикарная засечка. Мы таких, как бы, вопросов не касаемся. То есть, вы должны, как бы, в этом быть уверены. Понятно, что есть какой-то процент сходов, да, но он должен быть минимальный. То есть, он всегда был, есть и будет этот процент сходов. Ну, его нужно стараться делать минимальным. И, там, возиться с рыбой, там, как-то, там, долго ее заводить. Вы за это время можете еще одну поймать. Это, опять же, вот то, что касается спорта. Так, что у нас после рот-пода? Сумки. Все мы любим сумки. Разные, их целая куча. Мы для себя видим в палатке, и, как бы, вот у себя в секторе, скажем так, на помосте, там, всего, там, наверное, 5. Это, может быть, сумка или какой-то боксер должно быть, там, 5 штук. И, в любом случае, да, то есть, возвращаясь, там, по вопросу кровати, понятно, что есть огромные сумки. Старайтесь их все равно минимизировать и рассчитывать на то, чтобы у вас сумка помещалась под кровать. Что это за, скажем так, 5 сумок? Первая, ну, монтажная, да, монтажная сумка. То есть, у вас в ней тейклбокс, поводочницы, ну, и, возможно, какие-то, там, все для вязки. Какие-то, там, шоки, лидкоры, запасные какие-то крючки, материалы. Ну, мы также, вот, допустим, на нашем примере, мы еще вот в этой сумке тейклбокса, да, мы возим напалечники все, потом, там, ручки, карандаши, там, для записи, там, все. Вот мы приехали, открыли ее, достали то, что нам нужно на монтажном столе. У нас даже тейкл не стоит. Я знаю, что очень многие ставят тейкл на стол. Мы его убираем. Он, по сути, у вас, там, 99% случаев, как бы, если вы уже ловите, он у вас просто стоит. Класть в него и вот забирать. Зачем? Ну, просто себе с краю стола инструмент разложите, который вам нужен для ловли. Там, с топора заранее достаньте, там, иголки, ножницы, там, нож, все. И это угодится огромная площадка для, ну, творчества, то есть, очень расширяет пространство. Да, то есть, если говорить про экономию времени, то есть, вы приехали, расставили, взяли сумку, открыли, достали то, что нужно, убрали тейкл, достали, там, допустим, там, одну, две, три поводочницы, там, ну. Ну, вы все равно уже какую-то информацию собрали, вы должны понимать, как вы будете стартовать. Все, вы ее убрали, то есть, у вас, там, монтажный стол, там, табуретка, и с какой-то стороны, в любом случае, у вас стоит кровать. Вы можете дотянуться, вам будет достаточно этого места, чтобы дотянуться до вот этого подкроватного пространства. Все, сумку поставили. Следующая сумка, это сумка для шпунь, вот здесь тоже у нас есть, скажем так, там, свой подход, да. Мы считаем, что все катушки должны быть одинаковыми, причем многие там еще спорят по поводу, там, сподовых, допустим, катушек, да, но мы жертвуем, допустим, вымоткой, да, там, в 10-15 сантиметров, то есть, рабочая катушка, ну, пускай в среднем на рынке, там, практически любая, она выматывает в районе метра, сподовые катушки выматывают в районе, там, 115-125 сантиметров. Там 15-20 сантиметров разница, да, мы жертвуем вот этой быстрой вымоткой, ну, заоборот, да, но мы считаем, что все катушки должны быть одинаковые. Это позволяет очень быстро перестраиваться в плане, там, обрывов, взаимозаменяемости, да, то есть, когда у вас разные катушки, где-то шнуры, где-то тонкая, где-то толстая леска, где-то там нанофил, где-то еще что-то, это нужно под определенные катушки подбирать. Когда все катушки одинаковые, все намного проще. В любом случае, у каждой катушки есть запасная шпуля, ну, и в среднем, я думаю, что те, кто ловят в спорте, ну, минимум у вас будет, ну, там, от 12 до 15 катушек. Если мы берем, там, спотовые удилища, маркер, рабочие, то есть, это как минимум, там, 25-30 шпуль. Когда они все разные, возникает дискомфорт, да, начинается переставление катушек с удилища на удилище, ну, и трата времени. Когда все вот в одном месте, и эта сумка должна быть какая-то там, либо чехлы там, ну, то есть, есть разные варианты, да, чехольчики под шпули сумки. Мы используем сумку, мы себе подобрали сумку, у нас вот все шпули в одной сумке, она не занимает какого-то большого, она примерно вот такого размера. Все, она стоит вот под кроватью в любой момент, причем они еще там у нас и разложены, то есть, там, по, то есть, мы уже знаем. Тонкая, толстая леска. Да, да, то есть, допустим, мы понимаем, на рынке куча разных цветов лесок, да, то есть, кто-то любит ловить, там, кама лесками, кто-то любит ловить яркими лесками, флюра этими. Если у вас, допустим, несколько размеров, да, там, тонкий для дальнего заброса, толстый для, там, ближних-средних дистанций, лучше цвета разделить. Оранжевый, к примеру, там, для дальней дистанции, желтый для, там, ближней-средней. То есть, открывая сумку, вы сразу понимаете, да, то есть, какую шпулю мне нужно взять, то есть, не нужно, там, искать, смотреть, там, щупать, тоньше-толще. У кама тоже есть разные оттенки, да, то есть, вы для себя просто зафиксируете это и все. Если у вас, допустим, там, даже тонкая леска стоит, там, к примеру, там, ярко-зеленая, да, и вы еще пользуетесь нанофилом. Очень многие часто путают, да, шпулю, ну, потому что нанофила тоже есть такой цвет ярко-кислотный. Ну, найдите себе белый или темно-зеленый, нанофил тоже есть в трех цветах, то есть, все это можно себе, как бы, найти, собрать и будет комфортно. Это позволяет добиться той скорости, не искать, открыл сумку, сразу по цвету увидел, достал ее, схватил и уже ты, грубо говоря, ее ставишь. То есть, это скорость. Да, они все сразу с шоками. То есть, вам остается только, то есть, шпули все с шоками, с навязанными. И также у вас должны быть заготовлены сразу заранее на стороне лидкоры. Лидкоры, крючки, по-нашему, они должны быть, ну, прям в большом запасе. То есть, мы возим, допустим, там, 100 связанных лидкоров сразу у нас лежит. Мы это делаем зимой, да, то есть, вот, максимальную работу по подготовке к соревнованиям есть в межсезонье, зима. Когда мы все ждем, когда наконец-таки потеплеет, нам хочется на рыбалку куда-то поехать, что-то сделать. Вот, потратьте это время с пользой, да, и подготовьтесь к сезону. Вот, вот эти все вот мелочи. Крючки, лидкоры, ну, это вот основные моменты. Все, то есть, вы шпулю достали, тут же проделили лидкор со снасткой. Ну, это занимает, там, минимум времени. Ну, я думаю, что кто руку набил, это занимает, там, 20-30 секунд поменять шпулю и вставить лидкор. Ну, продеть через кольца. То есть, это все быстро. Открутил, вставил. Какой лидкор используйте для дальних и ближних в этом году? Использовали, значит, для ближней дистанции. Мне лично очень нравится ProLogic Mimicree. Но она в этом году пропала с... Ну, не то, что пропала, а тот размер, которым мы пользуемся. То есть, мы пользуемся 0,25 леской Mimicree. Мы максимально стараемся во всем утончаться. Не знаю, может быть, это у меня из фидера пришло. Там все всегда максимально тонкое. Но нам хватает. То есть, она довольно-таки прочная и все свои функции выполняет. То есть, ближняя и средняя дистанции это 0,25. Ну, и она нам позволяет закрывать, да, то есть, естественно, толщина лески это дальность заброса. Это прям прямая зависимость. Мы там, ну, там, 120 метров мы с 0,25 леской, даже если, наверное, нет там сильного ветра, там со стиком можем закрыть. Ну, отметить живучесть ее надо еще. Да, у нее очень хорошая, то есть, ее хватает на сезон. На наш сезон, то есть, мы ездим там от 10 до 15 турниров в год. В этом году на замену мы попробовали леску Карпро Кама тоже. То есть, нам не нравятся яркие лески, мы больше смотрим в сторону Кама. Но использовали ее где-то с середины сезона на 100% еще для себя, как бы, не решили. То есть, нам надо еще ей половить, чтобы убедиться в том, как бы, там, ну, вот, подходит нам на 100% или нет. Дальние дистанции. Это Shimano Invisitec 0,22. Такого она голубовато-фиолетового цвета. Выносливость для 0,22 лески, я считаю, вот самая лучшая из того, что я, ну, чем я пробовал ловить. Ну, ловить, наверное, пробовал практически всем, что есть на рынке. Штангелем не мерили? Штангелем не мерили, думаем, что чуть-чуть плюсит. Но у нее все равно полетные качества, ну, нас устраивают на 100%. И многие, кто пробовал ей ловить, все равно говорят, что она летит, вот, да, она летит, эта леска. А сверх дальние дистанции это нанофильм. То есть, ну, мы не можем там, пока что, не позволяет нам ни техника, ни физика докидывать там до нужных дистанций леску. А это какие сверх дальние? Ну, дальше 150, 155. То есть 150, но 22 леска закрывает. Ну, мы говорим сейчас про честные 150, да, то есть клипса 150, это не 150 метров. То есть, вот опять можешь там коснуться вопроса, это маркерная нить. Когда вы на 150 метрах, допустим, вы себе ставите точку, вяжете узелок на леске из маркерной нити и отступаете еще, ну, отступаете какое-то расстояние и ставите клипсы. Чем дальше дистанции, чем сильнее ветер, тем дальше у вас должна быть клипса. Мы сами сталкивались с тем, что кидаешь, клипса, все вытянулось, все классно, думаешь. Выбираешь слабину, смотришь, уже узел залетел туда на шпулю. Да, и ты делаешь еще там 5, 6, 7 оборотов, и только потом у тебя убирается вся слабина. Хотя по ощущениям кажется, что уложил вообще, ну вот, все четко, вытянулось, все классно. А все равно есть слабина. Ну, это вот чем дальше, тем это больше. То есть, когда мы ловим там, ну, дальше там 150 метров, это, ну, минимум 10 метров плюсом. И тогда только как бы уже нанофил, ну, не получается у нас дальше. Честно сказать, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у нас нет ни одного удилища с 40-ым кольцом. Да, мы ловим только 50-кой. Поэтому, да, теперь я думаю, одна из самых любимых сумок это насадочная. Могу сказать так, мы, наверное, начинали с насадочной сумки, но чуть меньше, вот как вот стоит стол. Было все у всех брендов. Да, сейчас это вот, вот такая квадратная сумка, в которой, в принципе, находится все. По нашему мнению, в насадочной сумке, это вот вопрос к тому, что нужно верить, с чем ты едешь. В насадочной сумке мы, скажем так, вот выделяем, ну, в среднем возьмем, три вкуса. Фрукты, три вкусы рыба-мясо и одни специи. Вот, грубо говоря, там, семь банок, это мы сейчас говорим про варенку. Ну, единственное, что вы должны рассчитывать, да, разный производитель фасует в разные банки, да, то есть там разное количество насадки. Если вы едете, допустим, на водоем, там, такой, как Каневской, он подражает под собой, там, возможность поимки, там, ста или более рыб за турнир. И вы должны понимать, да, что количество насадки вашей хватило для поимки этих рыб. Потом, поп-апы. Пять цветов. Мы уже давно так ловим, мы выделяем для себя пять цветов. Это желтый-оранжевый, розовый-белый и красный. По нашему мнению, поп-ап больше служит все-таки именно как цвет, не как вкус, а как цвет. То есть просто, ну, мы это называем точкой атаки, да, то есть есть водоемы, где работают определенные цвета, либо даже бывает такое, что в дневное время работают одни цвета, а в ночное время работают другие цвета. На одном и том же водоеме. Ну, в зависимости, видимо, от того, что меняется там освещение, рыба по-разному на дне там как-то это видит. Можно вопрос? То есть теоретически поп-апы, вот они могут у тебя вообще быть без вкусов и запахов, просто разного цвета, нейтралка, например. Да, мы очень любим, когда у производителей выпускают аромофри. Да. И у нас всегда, то есть если вот, ну, я где-то вижу, что продается поп-ап аромофри, даже бывает микс, я обязательно его себе куплю, чтобы он был. Ну, во-первых, он может у вас взять в себя ароматику, да, там, ту необходимую, которую... Вам хочется. В чем вы не пробовали. Да, но мы не будем касаться конкретных производителей, там, каких-то конкретных вкусов. На сегодняшний день мы уже для себя определились. Вот в этих пяти цветах у нас есть конкретные поп-апы, которыми мы пользуемся. Но я думаю, что, опять же, это творческий процесс. Кому-то больше нравится то, кому-то больше нравится это. Я говорю за цвет, да, вот, ну, для нас цвет очень важен. И, как бы, вот тут единственное, что поп-апы могут быть в двух размерах. То есть в среднем, ну, это 14 размер. Потому что зачастую в спорте, ну, больше пятнашки насадка используется редко. Ну, если не брать там какие-то прям отдельные водоемы, там, как там, просянка. Мы сейчас говорим в целом, да. Все равно это не крупная насадка. И, как бы, там, 18-е какие-то или 20-е поп-апы, они, конечно, бывают на рынке, встречаются. Ну, не у всех производителей, но бывают. Ну, мы не видим смысла вот в этом вот плавающем шаре огромном. И второй размер, это, там, десятка, грубо говоря, да. Вы можете подстраиваться, да, то есть, там, ну, кто-то там ловит, там, на, там, дамблсы, да. Вы, там, можете брать, там, 12-миллиметровые. Ну, и маленькие, там, 8-10, да, в зависимости от размера крючка, который вы используете. Для того, чтобы его можно было, чтобы он его мог поднять. Восьмерочка, ну, далеко не каждый крючок поднимет. То есть, это, если ловля на чистый поп-ап. Такое тоже может быть, как бы, используется. Нет, ну, еще у нас в насадочной сумке, это, может быть, насадка, значит, должна быть, либо пелец, либо пылики. То есть, какая-то растворимая, да, насадка. Почему? Потому что, ну, я бы сказал бы, вот так, я бы использовал эту насадку, либо на сильном мылу, причем, в плане запаха. То есть, вы всегда, забросив удилище, там, оно у вас простояло, там, час, полтора или два, вы достаете, всегда можно понюхать оснастку, да. То есть, если она сильно пахнет серого дорога, вам нужно сразу думать о том, что ее нужно чем-то выделять. либо диповкой, если это варенка, либо ставить насадку, которая не будет брать в себя, там, запах ила какое-то время, да. Это вот, либо пелец, либо пылики. Ну, у них такая технология производства, что они больше отдают, чем берут в себя. Плюс они несут сигнал, да. Они растворяются, и эта пыль несет какой-то, эти частицы несут какой-то сигнал. То есть, либо в сильно вонючей, либо когда сильно холодная вода. То есть, маленькая диффузия, варенка может практически вообще, ну, очень медленно работать, пылик или пелец будет работать быстрее. Ну, и, наверное, можно выделить, там, еще в зерновые. То есть, это может быть, там, либо кукуруза, либо тигровый орех. Ну, опять же, это все, опять мы возвращаемся, там, к началу сбора информации, да. То есть, нужно отталкиваться от информации, то есть, там, на том же конецком, допустим, рыба уже клюет хорошо на тигровый орех. Потому что, как бы, ну, там, его все используют, кто-то туда ездит, да. То есть, на конецком можно смело пробовать в насадке тигровый орех. Там, не знаю, где-нибудь, там, на новом открывшемся водоеме, там, или... Ну, вот на просянке, наверное, нет смысла использовать тигровый орех. Хотя, я думаю, что найдутся люди, которые... Пловят. Поспорят со мной. Ну, это творческий процесс. Потом, стики. Это мы тоже, как бы, относим больше к насадке, да. Стики должны быть в трех размерах, по нашему мнению. То есть, это крупная сетка. Ну, 38 или больше. Опять же, там, ну, там, или 35, да. Значит, скажем так, от 35 миллиметров и выше. Она там есть, там, до 60, да. Или даже, там, до 70. Ну, у нас в стране, как бы, редко я встречал. В основном, там, 35-40, скажем так. Это для ближней ловли. 25 миллиметров, там, для средней ловли. И 15, там, 14-15 миллиметров стики. Это для дальней ловли. Опять же. Мы считаем, что их нужно возить в большом количестве. Потому что вы не знаете, на какой дистанции у вас, там, включится рыба, да. И вы будете, с какой дистанции, вы будете много ловить рыбы. Опять же, мы с самого начала говорили, что вы будете ловить много рыбы. Да. Расчет на это. Да. Они не портятся, да. То есть, это тоже, то есть, мы планируем то, что заготавливаем их зимой. Ну, мы не видим, там, как бы, кто-то считает, что стики должны быть прям совсем свежие, сделанные перед турниром. Мы, правда, сколько они заготавливали, нам все равно на сезон не хватает. Мы их потом довязываем. Но, все равно, стараемся это сделать максимально заранее, чтобы это все было готово. Потому что, делать это на воде, ну, мне кажется, это занимает крайне много времени. Мы стараемся их делать универсальные, да. То есть, не упираться там в какой-то конкретный там вкус, да, а делать их, скажем так, универсальные. И, там, всегда их можно каким-то вкусом ароматики пропитать, да. Опять же, стики должны лететь, ну, к примеру, да, ловите вы там на 80 метрах. У вас, там, днем дует ветер, и вы не можете докинуть 38 стик. Вы переходите на 25, ловите 25, вечером у вас ветер стих, вы продолжаете ловить на 25. Вот мы считаем, что это неправильно. То есть, если стих ветер, и вы можете докинуть 38, там, или 40, вот, ну, то есть, чем больше вы размер можете докинуть до дистанции, тот размер и нужно использовать. Потому что это все равно сигнал, это все равно питание, а тем более ночью. То есть, ночью кормить нельзя, ну, там, с помбом, да, там вы можете работать либо коброй, либо вот докармливать какими-то такими вещами. Ну, в то же время, если ночная ловля, рыба активизировалась в какой-то промежуток времени, 2-3 рыбы, 4-5 поймали, 5, там, раз, и стик туда отправился. Соответственно, там уже пятно корма присутствует, то есть, рыбе интересно, и продолжается ловля. То есть, она, вот этот сигнал, он удерживает рыбу. То есть, постоянная подача сигнала туда идет, в точку. Да, еще вот то, что касаемо насадочной сумки, да, мы коснулись насадок, пупапов, жидкости. То есть, это могут быть либо дипы, либо эссенции. Скажем так, мы считаем, что дипы или эссенции должны быть ровно в тех же вкусах, что и вы определились с насадкой. То есть, неважно, это может быть варенка, или, допустим, балансы. Да, вот сейчас часто все используют балансы, это удобно, это быстро. Это комфортно. Вот балансы должны быть, значит, ровно точно так же, как и пупапы, в пяти цветах. Ну, потому что вы не будете потом резать балансы, ставить какую-то другую шляпку, как бы, ну... То есть, если вы там пользуетесь там балансами, лучше тоже, чтобы у вас всегда были балансы вот пять цветов. Естественно, эти же дипы или эссенция, там, кому что больше нравится. Ну, и пару вкусов вы можете с собой возить каких-то там прям совсем ярко-резких таких, или совсем вонючих. Мы это называем провокаторами. То есть, на фоне основной вашей прикормки вы можете всегда продебывать свою насадку в каком-то прям ярком вкусе. Ну, яркий, скажем так, какой-то там фруктовый, там, сильно какой-то там прям вонючий. Это там, ну, больше рыба, мясо, там, возможно, какие-то специи. А не пугает это аромат? Опять же, если коснуться именно, мы говорим про спортивную ловлю, да, то количество ароматики и запахов, которые используются на спортивных водоемах, где часто проводятся соревнования, на этих водоемах рыбу не пугает ничего. Зачастую можем коснуться, допустим, там, даже истории карфишинга, да, когда... Чтобы не соврать, по-моему, Сербия выиграла, или Хорватия, или Сербия, я могу ошибаться, но, в общем, команда выиграла чемпионат мира на том, что они кидали спомп просто с водой. Они заливали спомп в воду и кормили. Потому что рыба просто приучена уже к... То есть, много корма не нужно было, но нужен был сигнал, то есть, да, то есть... Но мы, скажем так, мы дипуем практически круглый год. Причем мы используем, как бы, зачастую даже очень резкие и сильные запахи. По нашему мнению, это не пугает рыбу на спортивных водоемах. Либо на тех водоемах, где, ну, допустим, коснемся у нас здесь в Ростове, есть водопадный, да. Ну, многие, наверное, знают этот водоем, да, кто здесь присутствует. Очень много ездит туда людей, ловят с разными вкусами, пробуют. Ну, то есть, постоянно какой-то идет вот движ на водоеме. Вот на таких водоемах рыба этого не боится. Если мы говорим про дикую ловлю, то, наверное, вот там надо прям поаккуратнее, да. Но мы сейчас говорим конкретно вот о спорте. То есть, там больше, вот, прям сильно больше, да, в плюс ароматике, нежели, как бы, вот, в минус. И у нас остается две сумки, да, это электрика, ну, мы ее так называем, да, то есть это ваши все. Пауэрбанк, зарядные там все устройства, провода, рация, рация там, или две рации, налобные фонари, ну, возможно, что-то еще там. Кто-то возит с собой интернет, там, ну, еще какие-то такие вещи. Дальномер сказал? Дальномер, да, ну, вот, держи, там, кто что возит, все, что касается вот с электрикой, да, обычно это какого-то небольшого размера сумочка, в нее все помещается. Она зачастую вам нужна, по факту, там, ну, 15 минут за все соревнования. То есть, вы приехали, определили там. Вот, опять же, для себя, да, очень сейчас много спальных систем, у кого есть карман. У спальника висит карман с молнией. Это шикарное место для всех ваших зарядок. То есть, вот, приехал, сумку открыл, два налобника туда, пауэрбанк. Все, сумку закрыл, убрал. Рацию там тоже, рацию достал, где-то в палатке повесил. Все, вам до конца турнира эта сумка не нужна. И тут же, как бы, вот, вот, сразу коснусь, да, этого вопроса, что монтажная сумка, вот, любая сумка. Точно так же, я думаю, что зачастую вы сталкивались с тем, каждый из вас при сборах, у вас куча всякой, то есть, больше всего времени при сборах занимает мелочевка. Там что-то, какая-то мелочь осталась, там, там, все это нужно куда-то рассовывать, раскладывать. Вот, у вас сбор должен быть ровно, точно такой же, как и разбор. То есть, у вас конец соревнований. Вы сумку для электрики взяли, открыли, рация, пейджер. Вот у нас там вообще пейджер лежит в этой сумке от сигнализаторов. Зарядки, налобные фонари, чик. Это занимает, знаете, минуту-полторы, вот, в палатке собрать свою электрику. Все, у вас сумка готова, она к выходу. Точно так же сумка монтажная. Вот, вы прям, то есть, один может заниматься, что-то собирать. Вы сидите на стуле, вы сумку себе выдвинули, поводочницы, тейклбокс открыли, свои иголки прямо на место положили. У вас все всегда должно быть на своем месте. Вот, приучите себя к этому, это важно. Как только вы приучите себя, что все на своем месте, и порядок сбора, разбора у вас будет примерно одинаковый, Вы очень сильно удивитесь, насколько вы сэкономите свое время. Я вам могу сказать так, вот, хотел сказать об этом чуть позже, но скажу сейчас об этом сразу. Два часа на подготовку. И, как бы, два часа на сборы, обычно в конце турнира, до построения. Мы раньше, нам не хватало времени, два часа разобраться и два часа собраться. Уже мы выходили на построение, уже все уезжали. Вот тут есть свидетели, они видели это. Уже все выезжали с водоемов, а у нас даже там палатка не была собрана. На сегодняшний день мы разбираем лагерь полностью, вот, под ключ, я называю, это час. Собираемся мы от сорока минут до часа. Все закрыто, все собрано уже, все полностью. Вот настолько идет экономия вашего времени. То есть, если вы полностью ставите за час сектор, у вас еще как минимум час остается на маркирование. Но мы сейчас об этом поговорим. И последняя, пятая сумка, это кухня. То есть, она тоже на официальных соревнованиях должна быть какая-то вот прям минимальная. То есть, у вас в ней горелка, чайник, возможно, какая-то сковородочка там или костройка, в зависимости от того, какое питание вы с собой берете. Две вилки, две ложки, там, да. И, скажем так, либо вообще-то все должно быть одноразово, чтобы даже не тратить время на то, чтобы помыть. Поел, попил, выбросил, поел, попил, выбросил. Все, то есть, это все должно быть очень быстро. Тоже, собрались там, позавтракать или поужинать, но обеда в основном в спорте нет. То есть, либо там, утром кто-то перекусил, вас мы не берем в расчет. Либо вечером там, что-то тоже там, быстро перекусил. Все, тебе нужна кухня, раз, сумочку. Там, быстро перекусили, обратно убрали. Все. Все, вот у вас, то есть, ну, это очень удобно, да. Стоит расположка, и вы уже знаете, причем даже можно, вплоть до последовательности выставления сумок, тоже можно у себя отрепетировать. То есть, вы знаете, что там, с краю стоит, например, электрика, там, посередине стоит монтажка, там, у изголовья стоит, там, не знаю, там, еще, ну, опять же, процесс творческий. Ну, это еще удобно для сборов, потому что прозвучал финиш, каждый из спортсменов взял, грубо говоря, по сумке и пошел собирать. Собрал ее полностью, закрыл, отложил в сторону. Это ускоряет время сбора. Да, но я уже сказал, что все на своем месте и все в своей сумке. Теперь палатка или шатер. Ну, не важно, да, пользуетесь вы палаткой или шатром. Опять возвращаемся к тому вопросу, что зачастую сейчас спортивные водоемы, это, ну, мы опять же говорим там уже там про Кубок России, да. То есть, я думаю, что вы все должны к этому стремиться, там, к чемпионату, к Кубку России, вот, к этим серьезным турнирам. Это помост 6 на 6. То есть, не важно, пользуетесь вы там палатками или шатрами, кому что больше нравится. Это должен быть размер минимальный, быстро возводимый, быстро собираемый, потому что, опять же, мы касаемся экономии времени. И чтобы в нем вот помещалось, да, то есть, там, монтажный стол, стул, кровать, табуретка и маленький столик. Все. Ну, это не должна быть обезьяна с тамбуром. Еще место должно быть под холодильник, мы сейчас там, или под термобокс, там мы сейчас дальше тоже коснемся. Это не должна быть палатка, на примере обезьяны с тамбуром, то есть, которая занимает больше половины помост. Ну, ведь, да, там у нее остается там метр буквально на помосте. Ну, опять же, это уровень турнира, да, то есть, вам, допустим, на том же Каневском есть команды, которые выступают с так называемой обезьяной, да, но это турниры могут быть какого-то формата коммерческого или фестивального. Когда ты приезжаешь с вечера, у тебя регистрация, допустим, в среду, а турнир стартует там в 8 утра в четверг, то есть, у тебя там весь вечер ты спокойно можешь подготовиться, и там, естественно, там люди возят и телевизор, и все что угодно с собой, да. Ну, мы сейчас говорим про спорт, когда у вас 2 часа на подготовку, это вот должен быть минимум, и на самом деле это не доставляет никакого дискомфорта. То есть, если вот, ну, очень многие, особенно вот по поводу двух кроватей, я столько слышал, вот еще, наверное, нет ни одного спортсмена, который со мной единогласно согласился, что да, одна кровать это... А для нас это закон, вот, на сегодняшний день, то есть, серьезный турнир, а одна кровать. Мы это сделали просто, вот, ну, прям мы взяли и просто не взяли ее с собой, то есть, ну, просто вот себя к этому привели, что мы просто не... Мы поехали с одной кроватью, и за сезон мы поняли, что вообще никаких проблем с этим нет. И коснемся таких вопросов, вот уже поверхностных, это холодильник и отопление. Зачастую мы все равно ловим в то время года, когда бывает холодно или очень сыро. Поэтому в сторону обогревателя, ну, но он должен быть. Здесь наша позиция такая, что он должен быть максимально безопасным. То есть, на сегодняшний день, наверное, самый безопасный это дизельный, который стоит снаружи палатки, то есть, не внутри. И просто заходит труба, которая дует теплый воздух в палатку. Потому что все остальное, все равно есть вероятность того, либо это может быть угарный газ, либо это, ну, чуть ли там не открытый огонь внутри палаты. Ну, были печальные случаи. Да, история как фишинга показывает, что, как бы, да, ну, небезопасная. Много чем пользуются, кто-то даже в этом там уверен, но мы сторонники дизельного. Ну, то есть, мы считаем, что он самый безопасный. То есть, вот здесь вопрос, обогреватель смотрите в сторону безопасности. У каждого порог, там, страха, наверное, свой. И это холодильник или термобокс. Ну, кому что больше нравится, у кого что куда помещается, кому как комфортнее ездить. Но он нужен. Почему? Потому что питание. Мы считаем, что питание должно быть на соревнованиях, то есть... На высшем уровне. Ну, да, на высшем уровне, но как, то есть... Скажем так, давайте скажем долой до шараху. Вот мы это так называем, да, то есть, мы против этого. То есть, вплоть до того, если у вас есть холодильник или хороший теклбокс, вы можете взять с собой домашнюю еду. Она спокойно там три дня прохранится. И вот тут вот такой нюанс, да, то, что на... Вот такого уровня соревнований у вас должно быть все разложено по каким-то боксикам, да. То есть, у вас бокс, это сразу питание на двух человек. То есть, если у вас там за трое суток всего там три ужина, у вас три бокса стоит в холодильнике. То есть, ваше время на подготовку еды, да, то есть, один сел там, выдвинул сумку, поставил горелку там со сковородкой, к примеру, да, это там занимает 30-40 секунд. Второй открыл холодильник, достал бокс, высыпал это там какое-то там мясо там с макаронами, ну, неважно, да, то есть, какая-то нормальная полноценная еда. Все, закрыли крышкой, там, через 5-7 минут оно у вас будет теплое. Эти 5-7 минут вы можете перекинуть палки там, что-то еще сделать, подготовить. Все, потом сели быстро поели, ну, а не так, что мы открыли холодильник, а у нас там 18 позиций, и что делать? Надо резать, греть, жарить. А почему ты забыл яйца, что мы теперь будем делать? Ну, и вот это вот это все, да, и мы полчаса занимаемся ужином. Вы за это время должны уже две рыбы поймать. Все должно быть, ну, вот, максимально компактно. Очень хорошо начинаешь это понимать, когда у тебя темповая лога. То есть, если вы хотите разобраться со своей логистикой, вот, скоро у нас там начнется новый сезон, да, когда отсутствует прессинг на водоеме, вот возьмем, к примеру, Каневской. Я думаю, что любой из вас может проехать там 150 километров и поехать потренироваться на Каневском. В отсутствии прессинга на Каневском можно поймать, ну, я не знаю, колоссальное количество рыбы. То есть она там, если ты просто приехал на рыбалку, она там прям ловится. И вот в этот момент вы просто поймете, да, ну, то есть, вот, очень хорошо отточить свою логистику именно вот на высоком темпе лога. Она, в принципе, нужна, эта вся логистика, для того, чтобы, ну, много ловить. Если, конечно, мы поехали на турнир там по пяти крупным рыбам, у нас перезаброс там раз там в три часа, ну, это все становится бесполезным. То есть там можно себе хоромы расставлять, ну, там, 18 кроватей ставить, там, что хочешь делать, да. Потому что времени много. То есть самая главная цель всей логистики, что 72 часа вы должны ловить. Вот из этих 72 часов максимальное время вы должны ловить, это очень важно. И сейчас мы коснемся именно вот самой логистики уже в секторе, когда вы все расставили, и у вас идет турнир. Ну, там, прочее оборудование в виде, там, матов, там, подсаков, ну, здесь я считаю, кому что удобно, да. То есть есть, опять же, правило, да, допустим, что у вас должно быть минимум 10 мешков, там, два по ЦК. Это вот прописано в правилах. Почему я, как бы, с самого начала коснулся, да, там, ну, если кто-то не знает, то изучите этот вопрос, как бы вам сразу станет, у вас будет информация. А из опыта 10 мешков хватает? В зависимости от водоема. На Каневском? Нет. Мы возим больше 20. Ну, не сдавали еще. Самое большое, что мы сдавали на Каневском... 19. Да. 19, да.